С этого года будущих педагогов обяжут сдавать специальный экзамен. Он поможет определить, готов ли тот или иной абитуриент работать с детьми. Для этого потенциальным кандидатам предложат пройти психологический тест и решить смоделированную ситуацию. Тем, кто не справится, предложат выбрать другую специальность. Донара Жуманова продолжит. В этом году Аида Мукатова заканчивает школу. Впереди единое национальное тестирование и спецэкзамен. Но нововведение ее не пугает. Наоборот, оно позволит от сей тех, кто профессию учителя выбирает только потому, что поступить в другой вуз низкими баллами не смог. Быть учителем это призвание, рассуждает девушка. У меня в семье мой дедушка, он является учителем в данный момент с большим стажем. Но, скорее всего, на меня подобные идеи у меня появились тогда, когда я стала старостой класса в начальных классах. И я была ответственная за всех учеников. И тогда у меня появились идеи того, что я хочу быть учителем. Я хочу работать в школе, помогать детям. С Аидой согласна и Бахаджан Мухтарбекова. Вот уже 20 лет она преподает русский язык и литературу. Говорит, что не удивляется, когда молодые коллеги, едва приступив к работе, не выдерживают и пишут заявление об уходе. Для поступления в педагогические вузы недостаточно сдачи НТ, но и, конечно, нужны эти творческие экзамены, чтобы абитуриенту раскрыть свой внутренний мир. Человек, прежде чем выбрать профессию учителя, он должен знать, есть ли у него призвание к этой педагогической деятельности. Спецэкзамен вводится для того, чтобы оградить школу от случайных людей, объясняют в Министерстве образования. Состоять он будет из двух этапов – психологического тестирования и решения педагогической ситуации. Если выпускник справляется, получает максимальные 25 баллов. В случае провала ему предложат выбрать другую специальность. Подготовка по педагогическим специальностям у нас ведется не только на основе госзаказа, но и на платной основе. И мы не должны допускать, чтобы на платной основе шли люди, которые не имеют склонности к педагогической деятельности. По словам Серика Умербаева, спецэкзамен не привязывает абитуриента к университету. Сдать его можно и в родном городе, а уже учиться в любом педагогическом вузе страны. Лена Рожуманова, Наурис Базарев, 24-й Киезет, Астана.